Это подкаст. Расскажу я, Катя Филиппович. Привет. После объявления президентом России Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации тысячи людей в разных российских городах вышли на протесты. Началось все с Чечни. Еще 21 сентября там на митинг собрались несколько десятков женщин. Местные власти пытались скрыть этот факт. Но задержание 20 протестующих в итоге подтвердил сам глава республики Рамзан Кадыров. На следующий день после объявления мобилизации в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие перекрыли федеральную трассу. Мужчин, собравшихся около военкомата, пытались убедить в том, что отправиться на войну против Украины якобы их долг. Они же отвечали, что это только политика. Перекрыли трассу и в Дагестанском Эндерее, это Хасавюртовский район республики. Жители села с населением 8 тысяч человек утверждали, что на фронт хотят отправить 110 мужчин. Приехавшие на место полицейские начали стрелять в воздух. Администрация Хасавюртовского района отчиталась, что после встречи с военным комиссаром и прокурором, которые дали разъяснение, протестующие поблагодарили прибывших руководителей и разошлись. Этот статус из их пресс-релиза. В Кабардино-Балкарии, в Нальчике, матери мобилизуемых также собрались на главной площади. Их митинги прошли без столкновений с полицией. Несмотря на то, что протестующие требовали встречи с главой республики Казбеком Коковым, к ним вышли другие чиновники. Они не смогли ответить на вопросы о том, сколько человек собираются забрать на войну из Кабардино-Балкарии и зачем вообще их туда вывозят. Воскресный митинг в Махачкале, в котором участвовали преимущественно женщины, совпал с Днем города. Его участники скандировали «нет войне» и «мы против мобилизации». Протестующих избивали полицейские и люди в штатском. Они применяли дубинки, электрошокеры и перцовые баллончики. В отдел полиции тогда забрали около 150 человек. В понедельник протесты в Дагестане продолжились. В отличие от предыдущего дня, теперь в основном в них участвовали мужчины, в том числе и подростки. Митинг на главной площади закончился массовой дракой с полицейскими. Некоторым из тех, кому правоохранители применили силу, понадобилась медицинская помощь. Кавказ Реалии известно как минимум о двух таких случаях. Всего силовики забрали в отделы полиции 110 человек. 28 из них были несовершеннолетними. Их продержали в отделе почти сутки. К ним не пускали адвокатов и не разрешали родственникам передать задержанным жизненно важное лекарство. Среди задержанных были и журналисты, в том числе главред издания «РусНьюз» Сергей Айнбендер, корреспондент газеты «Новое дело» Идрис Юсупов, а также фрилансер «Радио Свобода» Юлия Вишневецкая. Правозащитники сообщали, что Вишневецкую арестовали на пять суток. В отношении участников двухдневных митингов возбудили не менее 30 уголовных дел. У всех есть травмы, гематомы и сотрясение мозга. Как минимум одно из дел заведено в отношении несовершеннолетнего. В этот же понедельник протестовать против мобилизации вышли и жители дагестанского Хасавюрта. В акции приняли участие несколько сотен человек. 20 из них задержали. Как и в Махачкале, полицейские применяли к ним силу. На смелость жителей Дагестана обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек. В то же время глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в организации митингов Запад, который якобы распространяет фейки о нарушениях в ходе так называемой частичной мобилизации. Его поддержал и министр по делам молодежи Камил Саидов. По его мнению, все акции были провокацией людей, которые находятся за пределами Дагестана. Этот статус Саидова. В то время, как многие публичные люди в Дагестане и за его пределами поддерживали митингующих, некоторые предпочли просто отмолчаться. Подписчики бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, несколько дней подряд требовали от него прокомментировать стихийные митинги против мобилизации и жесткое отношение силовиков к протестующим в Дагестане. В ответ спортсмен закрыл в своем инстаграме комментарии. Многочисленные протесты были вызваны не только фактом объявленной мобилизации, но и нарушениями, с которыми она проводится. Повестки получают люди, которых вообще не должны были призывать в первую очередь, по крайней мере, судя по заявлениям властей, а также те, кто вообще должен был быть освобожден от несения воинской повинности. Повестки получают люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные отцы, сотрудники так называемых зарезервированных предприятий. Многие из них не только не имеют боевого опыта, но и вообще не проходили даже срочную службу. В Северной Осетии вручили повестку для Таймураза Тотиева. Его убили в Украине еще в августе. Должен явиться в военкомат и его сосед по району, несмотря на то, что он находится на фронте еще с февраля. Получил повестку и 45-летний житель правобережного района республики Алан. У него находятся на иждивении трое детей, один из которых с инвалидностью, мать и отец, а также племянница со спинальной мышечной атрофией. В военкомате после многочисленных жалоб родственников ошибку признали, однако пообещали вернуть Алана в течение 30 дней. Обращали внимание на нарушения в ходе мобилизации и некоторые главы регионов. К примеру, глава Дагестана Сергей Меликов признал, что в республике призывают студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые раньше никогда в жизни не держали в руках автомат. Это отстата Меликова. Из ряда регионов поступают сообщения, что от мобилизированных требуют приобретать экипировку за свои деньги. Люди рассказывают, что на ее покупку требуется от 30 до 100 тысяч рублей. Завирусилось видео, в котором призывникам советуют купить себе женские гигиенические тампоны, чтобы затыкать отверстия от пулевых ранений. И прокладки, чтобы использовать в сырую погоду вместо стелек для обуви. Тем временем российское государственное информагентство ТАСС процитировало слова военного комиссара Адыгеи Александра Аверина. Он сообщил, что республика не только выполнила план по мобилизации, но уже и отправила призывников для выполнения задач в район проведения спецоперации. Так российские власти называют войну в Украине. Это означает, что перед отправлением на фронт мобилизованные еще не прошли никакой подготовки, которую гарантировал министр обороны России Сергей Шайку. Призванные на войну жители Северной Осетии сформируют два полка владикавказской пехоты, которая сражается на передовой с первых часов спецоперации. Так пишет освещающий участие жителей республики в боевых действиях бывший военнослужащий Олег Морзоев. Это заявление также противоречит утверждению Шайгу, который говорил, что мобилизованные требуются для контроля территории, на которых уже закончились сражения. После объявления мобилизации на чеченском госканале «Грозный» вышел сюжет, в котором глава республики Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне мобилизация проводиться не будет. Он объяснил это тем, что за время войны в Украине республика перевыполнила план. Спустя несколько дней пресс-секретарь Кадырова Ильман Вахидов заявил, что сообщения об отмене в Чечне мобилизации были распространены не российскими СМИ, не нашими республиканскими, а оппозиционно настроенными изданиями и телеграм-каналами. Это цитата Вахидова. Это соответствует сообщениям от источников «Кавказ-реалии» в республике. Они утверждают, что в Чечне все-таки повестки в военкомат вручают. Но не всем, а, к примеру, тем, кто пытается получить загранпаспорт. В некоторых регионах их руководители или военкомы объявили планируемые цифры мобилизации. Однако местные жители утверждают, что это неправда. Во многих селах повестки получили не 1% военнообязанного населения, как заявлялось, а гораздо больше. Также источники «Кавказ-реалии» в военкоматах республик утверждают, что по факту планируется план перевыполнить. Всего, по словам министра обороны, на фронт собираются отправить 300 тысяч человек. Однако ряд независимых источников заявляет о том, что эта цифра действительности не соответствует. Мобилизовать собираются не меньше миллиона. Скачивайте приложение «Кавказ-реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе скопились 4 тысячи автомобилей. После заявления о так называемой «частичной мобилизации» число желающих уехать за рубеж резко увеличилось. Сейчас время прохождения границы в среднем составляет около четырех суток. В среду власти Северной Осетии объявили о введении режима повышенной готовности и запретили въезд в республику для машин из других регионов. Изначально по требованиям законодательства границу можно было пересекать только на транспорте, а поэтому в Осетии наблюдался ажиотажный спрос на велосипеды и самокаты. Некоторые из них продавали по 100 тысяч рублей. Было немало и объявлений по обмену стоящих в очереди автомобилей на велосипеды. Позже грузинские власти разрешили переходить границу пешком, и люди стали просто оставлять свои автомобили на трассе. Осложняет ситуацию и то, что на военно-грузинской дороге, которая ведет к контрольно-пропускному пункту на Верхнем Ларсе, нет ни туалетов, ни душевых. Также туда не могут проехать врачи скорой помощи и доставка еды. После многочисленных жалоб на нехватку продуктов на дорогу стали приезжать волонтеры. Они привозят воду, предметы и продукты первой необходимости. Проблемы полностью это, впрочем, все равно не решает. Волонтеры с объездной дороги добираются до середины пробки, а попасть в ее концы все равно невозможно. В социальных сетях жаловались и на взятки, которые требуют сотрудники ГИБДД, предлагающие свою помощь в продвижении через очередь. Северо-Осетинская МВД после этого распространила пресс-релиз под названием «Изменникам Родины никогда не подкупить сотрудников ГАИ». Через три дня ФСБ сообщило, что задержаны не менее десяти жителей республики, требовавших плату за проезд. Среди них двое полицейских. На Верхнем Ларсе также оборудовали мобильный призывной пункт. Теперь повестки военнообязанным вручают прямо на нем. Подобная ситуация происходит и на границе с Казахстаном. В Астраханской области также открыли отдел военкомата. Пробка в караузеке тянется на 17 километров. Место в очереди там можно купить за сумму от 40 до 100 тысяч рублей, сообщает корреспондент Кавказ Реалия с места событий. Тем не менее, это дешевле, чем у Верхнего Ларса, где расходы за пересечение границы с Грузией составляют иной раз и полмиллиона, как пишут в соответствующих тематических чатах в Телеграме. Впрочем, иногда и деньгами не решить все вопросы. Жители некоторых регионов Северного Кавказа отказываются впускать в Грузию. Пограничники не объясняют причины. Дискриминацией особенно часто сталкиваются жители Чечни и Дагестана. В Тбилиси на этой неделе также были протесты против эмигрантов. Они требовали закрыть для россиян въезд в страну. Митингующие собрались дойти до Ларса, однако их туда не пустила полиция. Матери и жены из так называемой ДНР сообщили о публичном изнасиловании их родных прикомандированными из Чечни военными. С соответствующими заявлениями они обратились к главе Сепаратистской республики Денису Пушилину. Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев утверждает, что указанную в обращении информацию ему подтвердил источник сформированного в Чечне полка «Север». Речь в письме идет о двух военнослужащих 1-го армейского корпуса, так называемой Народной милиции ДНР, мобилизованных из Докучаевска. В тексте обращения говорится, что изнасилование происходило на глазах у сослуживцев-милиционеров и сопровождалось оскорблениями и угрозами. Авторы обращения также указывают, что командование не желает вступать в конфронтацию с подчиненными Рамзана Кадырова и расследовать произошедшее. Под обращением, датированным 23 сентября, стоят подписи 9 человек. Власти Чечни или сепаратистской ДНР его не комментировали. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш подкаст, скачивайте наше приложение «Кавказ Реалии» и ставьте лайки этому выпуску. Это позволит нам расширить аудиторию. С вами была я, Катя Филиппович. До пятницы. Катя Филиппович. Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Абонирайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова